Здравствуйте, коллеги! До меня тут уже многое рассказали, о чем сегодня хотелось бы упомянуть, поэтому у меня, наверное, будет самый краткий рассказ. С чего хотелось бы начать? Во-первых, почему я здесь? Потому что компания Мегамикс – это не только производитель удобрений, но мы еще и разработчик. Причем хочется отметить, что мы не просто разрабатываем удобрения, их много, мы отдельно в направлении делаем это разработка технологий. Потому что мало произвести хороший препарат, его эффективность в значительной степени определяется тем, насколько правильно его применяют. Об этом я расскажу в конце. Ну и с чего хотелось бы начать? Почему микроэлементы? Потому что закон минимуму никто не отменял. Поэтому очень важный элемент. Сейчас многие тратят значительные средства на макроудобрения, на основные элементы питания, но зачастую их уже ограничивать начинают другие элементы, менее значимые. Это и мезоэлементы, с серой столкнулись не так давно, всего лишь несколько лет назад. Но те, кто занимается интенсивным производством, сейчас серу также достаточно четко отслеживают, потому что без нее многие основные элементы уже не работают. И все то же самое у нас идет и касательно микроэлементов. Но и отдельно хочется отметить, это не только количественный фактор, а именно качественный. Многие элементы требуются в отдельной фазе развития. Потребность по фазам развития сильно меняется. Соответственно, микроэлементы не такие мобильные в почве, не так доступны. И, как коллеги уже говорили, погодные факторы у нас много обуславливают в питании растений. Поэтому микроудобрение, как интенсивный фактор с листовыми подкормками, он достаточно хороший инструмент. Ну и вот такие страшилки, такие болячки. Это эндемические заболевания. Многие из вас подобные признаки видели, и на самом деле отличить, что это дефицит микроэлементов, очень сложно. Многие факторы похожи на засуху, повреждения различными грибковыми бактериальными заболеваниями, на кислотность почвы. Соответственно, это, скажем так, один из факторов, который помешает вам осознать именно потребность в микроэлементах. Ну и отдельно хочется отметить, что растение достаточно долго терпит, есть такое понятие, как скрытый голод, и когда мы воочию видим данные признаки в поле, ну, значит, уже убыль урожая случилась. Почему? Ну, потому что все эти хлорозы, это значит, что это уже умерло. Растение это уже обратно не откачает, как правило, растение сможет лишь после устранения дефицита вырастить что-то новое, компенсировать то, что уже ранее было потеряно. Поэтому по микроэлементам, да и, в принципе, по питанию желательно действовать на опережение, не допускать дефицита питания. Это наиболее эффективная стратегия. Ну и в нашей работе, когда мы, как говорится, даем рекомендации, когда мы разрабатываем схемы питания, мы отталкиваемся прежде всего от того, что есть в хозяйстве. Это севооборот, это то, что вы применяете. Потому что прийти и сказать, работай вот так, в среднем, по больнице, это будет ни о чем. Потому что есть нюансы, есть особенности. Нередко встречаем на практике такие ошибки при работе монопрепаратами. Скажем, работает монобором там, где бора достаточно в почве или даже на поливе, когда он доступен растению, а он не срабатывает. Потому что в почве достаточно, по листу работают. А зачем? Дефицита нет. Это практически каждый год встречаем. Такие моменты мы выявляем и, соответственно, стараемся направить питание в нужное русло. Касательно тенденции, о которой уже коллеги говорили, это сейчас оптимизация затрат, оптимизация производства. Удобрения в структуре затрат занимают одно из ведущих мест. Здесь же хотелось бы что сказать. Во-первых, по диаграмме справа, это когда есть желание что-то сократить, это сначала надо вносить на таком уровне, чтобы было что сокращать. У удобрений, у основного питания есть принцип убывающей эффективности. То есть, каждое следующее увеличение дозировки удобрений приносит всё меньше и меньше отдачи. Соответственно, коллеги уже говорили, что у нас недостаточный уровень работы со стимуляторами роста, с дополнительными подкормками. Как раз именно эти препараты могут в значительной степени повысить эффективность ваших удобрений. То есть, можно сократить, но увеличить КПД того, что вы оставили в поле. И отдельно хочется отметить, по левой диаграмме, по левому графику, это с чего сокращать. Различные агроприёмы по внесению удобрений нацелены на различную степень контакта с растением. Какие-то удобрения при листовых подкормах, при инокуляции семян вносятся непосредственно на растения, у них максимальный эффект. Но можно внести очень немного, потому что иначе растение начинает сжигаться, на него оказывается стресс, даже питание. Соответственно, чем дальше мы от растений вносим, тем больше мы можем внести этого питания. Но при этом пропорционально падает КПД освоение, потому что растению приходится это дольше искать по почному профилю. Поэтому, когда вы будете планировать оптимизировать затраты, а это актуально в этом году и на следующий год, скорее всего, будет актуально, вы бы обращали внимание, что желательно применить меньшее количество, но в тот агроприём, который имеет большую эффективность. Соответственно, не надо просто отказываться от листовых подкормок, может быть, имеет смысл просто перенести удобрения на какие-то другие обработки, или, скажем, основную обработку почвы и заменить внесение под неё питания на прикорневое, ярусное питание, если такая возможность есть. Ну и ссылаясь на авторитеты, чтобы продать что-то ненужное, надо сначала что-то ненужное купить. Соответственно, если только вы вносите достаточное удобрение, и это у вас исторически, то есть почва имеет последействие, тогда имеет смысл каковременно как-то откатить питание, сэкономить в текущем сезоне. Если у вас дефицит наблюдается систематически, то экономия будет прям линейно сказываться на следующем урожае, который вы сейчас выращиваете. Ну и ссылаясь на Дарью Донцову, можно сказать, она в своё время сказала золотые слова, говорит, я стала хорошо зарабатывать, когда в 90-е годы поняла, что надо не больше экономить, денег от этого больше не становится, надо больше зарабатывать, тогда да, тогда деньги появляются. Также и здесь, экономика должна быть экономной, она не должна идти во вред вашему получаемому результату. Так, ну и как агроном, как агрохимик, я убеждён в том, что если есть понимание, как инструмент работает, то есть понимание, как его применять, как им управлять. Соответственно, касательно обработки семян микроэлементами. Сейчас почвенная засуха, сейчас это актуально. Так вот, микроэлементы, удобрения минеральные, они не повышают провокацию всходов на провокационную влагу при сухом севе. Соответственно, вы внесли, удобрения находятся на поверхности семян, и они не работают, пока не проснётся зародыш. Это принципиальная разница при механизме действия со стимуляторами роста. Стимуляторы могут повысить отзывчивость на провокационную влагу, микроэлементы нет. Есть у нас опыты, что семена, которые были обработаны мегамиксом, лежали год на складе, на следующий год высевались, эффект сохранялся. Потому что это минеральная соль. У вас поваренная соль дома стоит год на полке, своих свойств не теряет. То же самое и здесь. Если микроэлементы нанесены, они остаются. Ну и, соответственно, эффект, который мы видим на практике, это ускорение прорастания, ускорение фазы окущения на 1-2 дня. Это то, что вы по эффекту получаете в производстве. Отдельно стоит отметить, что часть эффекта относится именно, как уже коллеги говорили, к тому, что растения растут не в вакууме. Мы кормим не только растения, мы кормим микрофлору. Если патогенную микрофлору мы подавили фунгицидными протравителями, то, соответственно, мы кормим хорошую, либо аборигенную, либо искусственно внесённую микрофлору. Получается такой синергетический эффект. Ну и отдельное направление, о чём я вначале говорил, это опыты. Опытов мы закладываем не так много, но если мы их закладываем, мы относимся к этому серьёзно. Мы максимально отслеживаем опыт от момента разработки рекомендаций, чтобы работать не вслепую. И, соответственно, в течение всего сезона приезжаем, делаем замеры. Ну и одно из таких направлений, это, разумеется, разработка технологий. Что хотелось бы сказать. Четыре года мы закладывали опыт в одном из хозяйств Ростовской области на Западе. Это 50 лет октября. Одно из ведущихся научных хозяйств. Думаю, многие его знают. Так вот, идея была такая. У гроному были сомнения, что мегамикс, микроэлементы по вегетации работают, когда идёт засуха. Ведь в чём стереотипное всмышление? В том, что как и удобрение в почве. Есть влага, работает. Нет влаги, удобрение не работает. Соответственно, идея была проверить, насколько удобрение правильно вносить и как вносить по вегетации. Многолетние исследования показали, что работать однократно в кущении в Ростовской области неэффективно. Либо дробно, либо в последнюю фазу, по флаговому листу работать. Так, одна и та же дозировка даёт наибольший максимальный эффект. Хотя, казалось бы, как раз именно в эти моменты и нет нормальной влаги, и нет нормального питания, как правило, в конце вегетации. Ну и отдельно хочется отметить, что в этом опыте обработка семян Мегамиксом шла фоном. Потому что это мы исследовали раньше, это уже не требует доказательств. Соответственно, растения здесь уже были не на фоне лютого дефицита микроэлементов, а уже какой-то графон был. Это один из примеров того, как мы разрабатываем и обосновываем наши рекомендации, которые потом вам при сотрудничестве рассказываем. Как говорится, от слов к делу. На этом у меня всё. Если есть какие-то более узкие моменты, скажем, по Азимову Рапсу это ещё актуально, или по основным удобрениям, обращайтесь, расскажу. Друзья, есть вопросы? Александр Владимирович, пожалуйста, Уралдон. Что уносить надо на то же деле? А как нам узнать, что у нас не хватает? Кто готов сделать эти анализы? Вообще, отдаёте в лабораторию, делают вам анализы. Если есть недоверие к каким-то местным службам, у нас есть уже опыт работы с другими организациями. В частности, в Липецкой области, город Грязи, отличная лаборатория. Много кто-то... Вообще, с Уралдоном в Стычном мы брали тогда по их просьбе анализы на валовый фосфор калий. Я возил в Нижегородский ЦАС, там мы делали валовый запас фосфор калия. То есть, можем... Это доступно. Вот как раз был вопрос от агронома в отделении, что насколько у нас запасы. Там как раз шёл диалог и по поводу того, насколько микроэлементы повышают усвоение питания из почвы. И насколько имеет ли смысл применять фосфор калий, мобилизирующие биопрепараты. Мы говорили, что есть смысл, потенциал есть. Почва, в принципе, имеет очень огромный запас. Так вот, по фосфору достаточно было... По фосфору доступная часть была всего 3% от валового запаса. Там около 1900 с чем-то миллиграмм эквивалента был валовый запас. По калию около 5. Там был валовый запас 1400 с чем-то миллиграмм эквивалента. А доступно всего 5%. Соответственно, на 95-97% запас почвы фосфор калия был. Было что стимулировать. Было на что воздействовать микрофлорой, биопрепаратами. Валовая форма определяется в процент. Вы что, делали возможно, качалу и джекса? Мы давали в ЦАС Нижегородский это дело. Там сделали мокрое сжигание почвы. Соответственно, определяли валовый запас. По какой методике, сейчас на память не назову. Но Александр Владимирович спросил про микроэлементы. Как определить дефицит микроэлементов в почвах? Также анализ ЦАС Ростовский, ЦАС Нижегородский. Если есть недоверие, то давайте в другую лабораторию сдадим. Опыт есть. Оперативность зависит от сезона. В конце сезона, когда все сдают лабораторные анализы, она затягивается. Смотрите, выход трубки. Там неделя решается. Вы за неделю обеспечите анализ? Нет, но у нас есть опыт. Как раз эти эксперименты у нас отслеживали ЦАС Ростовский. Они делали лабораторные определения. Мы делали... Мы не работаем оперативно. Мы знаем, что у вас есть в почве. Мы знаем, есть ли влага в почве. И доступно ли это из почвы. Если в почве исконный дефицит цинка меди, зачем нам делать оперативный анализ по растению, если мы и так знаем, что это будет дефицит транслироваться из почвы в растение. Мы работаем на опережение. Дефицит транслироваться из почвы в растение. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова